Всем привет, друзья! У нас сегодня отличный такой грузовичок. Перевозить будем автомобили и двигаться буду исключительно по знакам, без навигатора и без карты. Совсем другая игра. Поехали! Здесь я пока примерно знаю, куда ехать. Но здесь и нет других путей. Ну, конечно, отойдя немножко от реализма, я включил барьеры. Потому что при данном режиме ехать без карты, без навигатора, без барьеров, это просто беда какая-то. Потому что... Так, подожди. Потому что я уже и забыл. А сюда. Ну, мод выполнен очень шикарно. Но я тебе скажу так, конечно, моды платные, поэтому уже это на твое усмотрение, брать его или не брать. Везде в своих поездках я стараюсь максимально к реализму. И вот, как мне посоветовал подписчик Дмитрий, кататься без карты, без навигатора. Предыдущее видео у меня было в таком плане. И я тебе скажу, мне очень понравилось. И в дальнейшем я вот катаюсь. Ну, это, наверное, мой третий рейс. Я еду исключительно... Только я выписал себе название населенных пунктов, в какую сторону мне надо двигаться. Ну, и все. Итак, буду по карте двигаться. Ну, управляю я тебе. Каждый раз повторяю. Может, первый раз смотришь. Управляю я поворотом головы с помощью веб-камеры и определенной программы. Все это есть на канале. Если будет тебе интересно, обязательно посмотри. Прибыли мы в порт какой-то. Я так понимаю, здесь и будет происходить загрузка. Сейчас закинем. Я не помню, какие у нас там марки автомобиля. Вроде бы БМВ будет. Вот. Ну, сейчас я тебе все покажу. Вот такие автомобили мы загрузили. Но это не БМВ, конечно. Это Крайслер. Дальше на Камри похоже. Что, поехали. Настройки в салоне, в этой машине выполнены. Это я уже под себя настроил здесь, посмотри. В коже все. Но настроек очень много. Сделано качественно. Передачи, смотри, я переключаю. Все анимированное. Ну, мод выполнен отлично. Поэтому у них есть моды как для Америка трак-симулятор, для Евро трак-симулятор грузы. Точнее, не грузы, прицепы различные, автомобили. Поэтому я тебя оставлю. Вконтакте у них вроде бы есть там ссылочка. И на сам сайт, куда я заходил. Поэтому заходи, смотри. Так, первое, что я себе выписал, это у меня будет какая-то Малаган. По дороге мне нужно, точнее, надо искать такой знак. По идее, все знаки здесь игра, я так понял. Я вот как поездил без навигатора, без карты. Игра тоже на это рассчитана. В плане, что любую дорогу по карте можно отследить. Я имею в виду, что знаки везде есть. Поэтому, как бы, мне кажется, вполне это попробую. Это очень интересно. Я все хочу загрузить места, допустим, которые более-менее знаю. Это вот в России, где ездил. Беларусь. Хорошо отработано. Беларусь. И именно проехаться уже не только по выписанным населенным пунктам. Так, а что у нас здесь за знак? Так, а, стоп, мне показалось, это далека кирпичный уже. Приятненько, машинка работает. Плотненько. О, спасибо большое. Маленький, ну пропустите, пожалуйста. Благодарю. Немножко зацепил бордюрчик, но ничего страшного. Быворот у него такой, как бы, радиус поворота достаточно большой. Так, смотрим по знакам и, ну, смотреть, где есть барьеры. Потому что, если уже где-то присутствует барьер, значит, это и нам. Плюс. Ну, слушай, трафик, я, наверное, трафик немножко увеличил. Ух ты, как приятно газует. Класс. Ну, я вот не помню, то ли я на тройку поставил, то ли на двойку захотелось мне побольше движухи. Сейчас поставим. Малага. Вот у нас есть Малага. У нас Сан-Року какой-то, это я не знаю, Севилла и Малага. После Малаги у меня стоит Альмерия какая-то. Карта эта не модовая, это обычная карта. Решил я немножко изучить родную, потому что я так понял, что очень мало проездил. Ну да, в городе, слушай, 6 утра, наверное, да, у нас где-то я специально утро выбирал. Небо красотик, красотища-то какая. Здесь не особо видно, а смотри, впереди, как классно. Ну, красиво вот сюда, отвлеклись. Я только сам приехал с рейса недавно, и, блин, такой маршрут завтра выпал, придется опять мне вставать где-то в 3 ночи. Ну, это такое, как бы, это нормальное время средненькое, когда у нас выезды в Малага. Слушай, а я в Малагу-то я посмотрел, а прямо было или куда? Вроде, а, ну да, там барьер стоит, там тоже барьер. Ну, вот, хорошо, потому что, понимаешь, не было бы барьеров, да, немножко от реализма, конечно, отхожу из-за этих барьеров, но здесь это будет просто полная задница, если эти барьеры оставить. Ой, убрать. Маленький, ну просунься ты вперед, дай проехать людям. Хотел сказать, коллега нас пропустит, но сейчас едем не на фуре, он, я не думаю, что он нас коллегой считает. У меня даже такое ощущение... Ну да, тут товарищи всегда на кольце, проезжают очень неадекватно. Куда ты ссунешься? Немножко, слушай, подубавил я трафик, даже моя новая видеокарта RTX 3060, так, карьера, ну ясно. Не вывозив, слушай, так начало подглючивать, как немножко трафика увеличилась. Я сначала думал, я тоже рычаг себе покупал на коробку передач, который с делителем или демульприкатором. Думал поставить здесь вручную, но здесь, естественно, даже экран сам показывает, что здесь коробка автомат. Это будет не совсем реалистично. Я думаю, ты видишь, какой классный салон. Ну, в салон настраивается... Так, 60 у нас, ну, будем так же по знаком ехать. Настраиваются все элементы, не то, что просто вот одно, тут, короче, все настраивается. Если будет интересно, я тебе... Так, малага прямо. Я тебе помогу отдельно снять видео, показать, какие настройки есть в этом, назовем его так, грузовичке. Тут у нас шикарный пикапчик. Я сам что-то задумался, думал, может, как раз стройка дома, посмотреть пикап какой-нибудь себе, знаешь, для стройки. Ну, я как зашел, глянул цены, даже на обычный, я не знаю, ну, для меня, как L2000, который, цены заоблачные, не думаю, ладно. Сейчас, если ты помнишь, я свой сценник отдал на покраску. Все, меня немножко, уже подготовку мне сделали, но с покраской немножко оттягивают. Должен был отогнать на эти выходные, но перезвонил он, шутовато, у нас немножко закрыто. Открыто, это я не на шум от дороги, что это такое. Или резина такая стоит. Так, знаки надо смотреть, где у нас Малага. Там какой-то шприц, Малага. А, сюда. Отлично, видишь, можно было бы и проехать прямо, выезжаем на трассу. Очень интересно ехать. И действительно, ты как бы понимаешь, ты смотришь тут какое-то окружение, потому что, когда ездишь по навигатору, как и в жизни, или как газует пряток, разгончивый такой, мне очень нравится. Давно не перехвалить, потому что это я первый мод на пробу взял. Но я потом хочу и попробовать грузовики у них вместе с прицепами. Потому что выполнено здесь, ну, как бы я тебе так скажу, не зря он платный. Потому что, например, бесплатные моды редко где-то еще у нас дальние есть. Так, это, а, вот. А, у нас автоматически стоит. Ну, классно. Так, Малагу, слушай, а я... А, это на заправку у нас. По топливу у нас. А, ну, все, полный бак. Здесь у него есть. Сейчас я тебе картиночки выложу специально при монтаже. Это вот у него есть первый вариант загрузки. Машин очень много. Это вот автовоз такой на три автомобиля. Следующий вариант у него вот такой. Различие грузов на нем. Это вот такая вот платформа. Разнообразие грузов на эту платформу достаточно много. И также есть вот такая вот повозка. Это животинку разную возить. Ну, точнее, я думаю, не разную. Здесь лошадки. Я видел только лошадок. Их, когда загружаешь ее, она там видна. Так, а мы, по идее, свыше трех с половиной тонн. Мы, наверное, считаемся. Смотри, мы по... Проходим или нет? Или может не рисковать поехать на грузовую? А, у нас прицеп может высокий. Блин. Давай я лучше поеду на грузовую. Может получиться казус. Игра-то может нас воспринимать как грузовик. Поэтому лучше я сюда поеду аккуратненько. Ну, нормально проехали. А звук послушай. Ну, звук просто очень мне нравится. И разгончик такой уверенный. Ну, я вот не знаю, как на нее вес влияет. Я пустой на ней особо не катался. 120. Вот еще интерес. Блин. Как будет скорость интересна учитываться? Можем мы 120 ехать или нет? Ладно, попробуем до первого штрафа. Ну, это будет уже интересный служение. Я думаю, по скорости она... Хотя она свыше трех с половиной тонн. Это будет возможность осудить по нашим правилам. И она тогда будет считаться грузовой. Ладно? А, не забывайте, кстати, бывает такой красивый рассвет. Смотри, какой. Не забывайте на знаки смотреть. Малага, Калерма. Это здесь. Бывает немножко господадим. Ой, простите, подрезал. Вот, сегодня я поеду. Точнее, в три ночи я встану. Поеду, съезжу в Шлобин. У меня только там две точки. Малага прямо. Так, дальше что-то надо глянуть. Я на телефончик себе записал. И следующее будет Мурсия. Глянь, какая красота. Очень красиво. Ну, я так понимаю, это у меня мод отрабатывает на графике. Насколько могу предположить. Так вот, завтра съезжу две точечки. Аккуратненько выгружусь. И потом уже будет два выходных. Ну, а по поводу покраски моего автомобиля. Он меня перенес на следующие выходные. Я уже, наверное, не знаю. Пока его готовят, уже, может, два месяца прошло. Ну, месяц-то точно прошло. Так, что у нас здесь по ограничениям. Будем пробовать ехать по знакам. И с условием тем, что у нас легковой автомобиль. Сотню можно. Давай посмотрим, можно ехать. Я как бы отвык. Я 78 ездил обычно, как на работе, слушай. Если что, я на КамАЗе езжу 54.90. Так, я и здесь ездил до 80 всегда. А, у меня ограничение. У меня ограничение стоит на 90. Он свыше 90 и не едет. Ну, ладно, значит, так должно быть. Так, не пропустить Альмерия нам надо. И Малага уже не указывается. Поедем на Аль... У меня Альмерия следующая, а не Мурси. Мурси, это у нас за Альмерией идет. Также, если ты видел, снимал я тебе новый симулятор. Ну, вначале знаешь, что у меня там, где снег, надо убирать. Сначала вроде стало интересно. Ну, и потом вроде бы ничего. Правильно писали в комментариях, что опять мертвая деревня. Ни народа не так. Альмерия и Мурси. Все правильно. Ни народа, никого нет. Ну, для разнообразия. Хотя, знаешь, так скажу, если уже 21 век, и с такой развития этих технологий, разработки, игр и так далее, ну, уже и по графике слабенькая. И вот, что нет народа, как бы. Так как вот для любителей симуляторов, я думаю, можно взять себе, да, там... Сейчас стоит, наверное, в стиме 9 долларов или 8. Зеленый светофор. Интересно, для чего он здесь стоит. Что у нас здесь может происходить? Почему он зеленый горит? Ладно. Как-то пока, знаешь, по симуляторам как-то глуховато. Я все смотрю, какие-то новинки пытаюсь найти. Что-то интересное. Ну, особо ничего как-то не выходит. А если выходит такое, знаешь, малобюджетное, простенькое, видно, ну, вообще, я так понимаю, симулятор это не особо такой жанр. Ну, хотя вот Евротрак симулятор очень популярен, я бы сказал. И, наверное, фарминг симулятор. 22-й пока почему-то они дальше ничего нет, не развивают. Ну, вот это, наверное, самые два популярных таких. Я вот не знаю, если ты, может, знаешь какой-то симулятор, прям, который цепляет, что ли, который хочется поиграть, то ты мне обязательно напиши, потому что я, как бы, мне больше всего симуляторы нравятся. Ну, на данном этапе, я так скажу. Хотя есть, например, выживалочки неплохие. Я тебе скоро сниму видео. Такое АСКО называется. Там про викинга, про мифологию. Ну, мне очень понравилось. Я когда зашел и начал ее смотреть, как бы, я понял, да, проект как бы стоящий такой. Я тебе сниму. Ну, я сниму тебе... Я вот, мне понравилось, знаешь, как вот видео я тебе снимал, например, по... Где снег убирать. У меня видео составляло, допустим, где-то, вот, игровое, ну, время точнее, где-то в районе 4 часов у меня оно заняло. Сам процесс. Я все повырезал, все лишнее, все убрал. И все, и видео выходит 20 минут, 27, до 30. Да, мне кажется, так и смотреть интереснее, когда все лишнее вырезано. Я даже в этой выживалочке, где я собираю что-то, где какие-то заминки, я это все вырезаю и показываю только, действительно, чтобы был виден прогресс и такие значимые моменты. И видео получается довольно-таки насыщенное. И коротенькое. Мне кажется, такой вариант съемки, вот, например, для видео, даже очень хорошо. Ну, если просто взять уже Евротрак-симулятор, если это не гайд, вот, как сейчас я просто катаюсь, ну, вот, и модик тебе показать, и сам прокатиться, и так просто, образно говоря, пообщаться. Здесь, конечно, вырезать практически смысла нет никакого. Так, у нас уже на знаках нарисована Альмерия. Посмотрим, Малага, получается, где-то на стороне, что ли, осталось? Да, Альмерия сюда, там Гранада. Ну, мне пока не надо это точно. У меня, получается, Альмерия, а дальше Мурсейнер. Интересно, интересно. По сторонам смотришь, все изучаешь. Я, например, уже следующий на этом грузовичке, уже прокачусь, наверное, в Америка-трак-симулятор. Он, я думаю, был бы более, он и есть, мод дается и на Америка-трак-симулятор, и на Евро-трак-симулятор. Ну, я думаю, что, почему меня так подключилось, слушай? Видишь, картиночка дергается. Как-то я уже, я так сначала хвалился своей видеокартой, я сейчас как-то смотрю, может, ну, конечно, у меня другая, а остальная система не особо подходит, уже такая слабоватенькая. Сделал я масштаб на 300, у меня стояло на 400, то, о, слушай, намного приятнее стало, я думаю, тебе тоже. Но мне приятнее стало, картиночка стала намного плавнее. Поворот головы, как ты видишь, работает безумительно, свет у меня сейчас минимально, но это когда я поменял веб-камеру, поставил Hi-Fi K420, а у меня стояло там буквально за 15 долларов. Ну, тоже, если свет дать на головешку, нормально так. Все работает отлично, и сейчас работает просто все. Плавненько все видно, все можно посмотреть. Ну, и надо, конечно, посмотреть, я думаю, когда едешь на легковом автомобиле, надо, наверное, ограничение скорости убирать, хотя бы до... Вель Ахидова, да, Лик Питачи? Сейчас, слушай, тут ничего не открыто, 8 из 51. Надо мне немножко, у меня очень легко крутится руль на большой скорости. Сейчас я поменяю. Ну, вот, стало, мне кажется, поприятнее. Хотя не сильно ощущаю, но вроде бы ничего. И надо скорость ставить, чтобы было до 120. Здесь также настраивается тоже, когда ты... Ух ты, ты... Думал... Слушай, мужики, ты чё не едешь? Ладно, мы сами проедем. Какая-то у нас тут беда произошла. Ехал я сегодня, слушай. Подъезжаю к кольцу. Выехал на кольцо, а с другой развязочки, заехал туда, я видел, краем глаза, заехал DAF. DAF, но голова, да, 105-й. Просто на голове без прицепа. И я такой, и он, ну, как бы, я проезжаю кольцо, и он за мной сзади. Ну, так, только выехал на кольцо. Я начинаю спускаться вниз, думаю, блин, а где DAF делся этот? Думаю, только что же сзади был. Думал, сейчас обгонять будет, на головешке обычно быстро летают. Я смотрю в зеркало, а его развернуло на кольце, блин. И я этот момент прозевал. Почему? Ну, я так понимаю, он так очень шибко заскакивал на кольцо. А когда едешь без прицепа, без полуприцепа, ой, она очень машинка, срака неустойчивая. Она относительно легкая. А как раз дождь шел. И я так понимаю, была мокрая дорога. И он где-то или притормозил, или резко повернул и газанул. Его просто развернуло поперек кольца. Ну, хорошо, он никуда не вылетел, он просто встал поперек. Ну, и потом он в итоге меня обогнал. Что-то, слушай, так милиции много. Я мод никакой не ставил. Но происшествия у меня стоят на максимум. Но мне кажется, раньше как-то поменьше было. Тут уже ближайшие пару километров. Сос что-то здесь. Расстояние определенное должно быть между машинами. Ограничения. Вот. И так же панельки, видишь, выбираются. Я поставил. Здесь можно ставить на монитор. Вот, видишь, справа. На мультимедиа. Можно ставить радио, навигатор. Навигатор радио, оно местами меняется. Потом, видишь, стоит климат-контроль. Можно навигатор ставить. Вот, меняешь. Там, наверное, вариантов шесть есть. И вот, видишь, салон тот кожаный. Все проставочки. Все это. Это все меняется. Сидеть. Тихо надо на знаки. Я еще не совсем привык на знаки смотреть. Ну, потихоньку привыкается. И, кстати, я из-за незнания даже не знаю, где мы едем. По какой вообще стране? Подожди, а где мы? Италия, что ли? Ну, да. С географией, конечно, проблемы у меня. Главное пока знать. У нас Альмерия и Урсия идут. Красивые места, наверное, тут слушают. Красота. Я тебе так иногда вставочки буду показывать. Я думаю, тебе тоже интересно со стороны посмотреть. Ну, вот и этот снауплавинг-симулятор покатался. У меня такой, знаешь, интерес есть небольшой. Хотя бы дальше узнать по сюжету. Потому что снег чистить мне уже задолбало. Потому что я там все вырезал, где я чистил. Потому что этот процесс, например, один дом. На один дом уходит минут 15-10 минут. 20 щеп-то я какой-то чистил. Ну, это реально во времени. Потом, если взять дорогу, это благо, что я ездил туда-обратно, там катался, искал, там, помню, иконку у меня там забаговала игра. И я просто ковш опускал, так как скорость не влияла. Вообще никак. И прочищал. А так, ну, процессы, да, но вроде неотъемлемая часть. Там сюжет есть, там, ети ходит, шмейте, там, хрен пойми, что у них там творится. Девочки там утонули какие-то, или девочка там на качели. Ну, есть свой сюжет. Но снега надо чистить, и надо терпение, до хрена, я тебе скажу. Так. Мурсия-Валенсия. Нам прямо. Вот, слушай, а это уже пропало. Нам на Мурсию надо. Мурсия нам нужна. Видишь, по знакам пока надо смотреть, потому что уже предыдущая Альмерия уже пропала где-то в стороне. Я, кстати, не заметил, куда она ушла. Небо красивое. Но, я так понимаю, это работает мой мод на графику, который стоит. Потому что я уже давно не играл. У меня были мысли взять и прокатиться вообще без модов. Просто посмотреть. Может уже давно... А вот, Мурсия и Валенсия все пока есть у нас. Может уже все давно сделали. Так, Валенсия после Мурсии. И уже можно играть без модов. Оно тоже как бы нагружает. А сегодня мне, слушай, попалось еще видео с фарминг-симулятор 22-го. И попалось такое интересное видео в плане графической составляющей. Я как-то, я так немножко катался у него. Даже помните, я видео, наверное, снял одно. И так немножко зависал над ним. Потому что техники много. Все включается, все переключается. Как бы, ну, а эта вещь мне нравится всегда. Так, куда ты хочешь нас увезти? Там. Квери нам не надо. И замене, и там были, и там оказывается, моды очень сильно популярны, я бы так сказал. Наверное, больше, чем в Евротрак-симуляторе. И на грязь, и на ржавую технику, и на карты, оказывается, есть. А все, там бегал где-то по родной карте. А там, оказывается, есть и русские деревни. Ну, мне так понравилось. Я думаю, а ешь, недавно, если ты не знаешь, в Epic Games Store раздавали бесплатно. Я не знаю, успел ты ее хватить, не успел. Я, может, тебе не рассказал. Я ее прихватил. И думаю, блин, так интересно с модами поиграть. Именно когда там, понимаешь, моды и плуг в землю втыкается там полноценно. И грязь всегда. Если ты, например, траву косишь. Трактор, колеса, сам плуг или чем-то там косой этой. Оно в траву вымазывается. Если ты пашешь, допустим, землю, все в земле. Если по снегу едешь, все там в снегу. Ну, супер. Модов там оказывается. Я так сегодня думал, блин, надо зайти. Знаешь, ехал так на работе. Думаю, блин, интересно, зараза. Надо приехать домой зайти. Потом думаю, это ж растянется. Надо спать, лечь пораньше. Поэтому думаю, ладно. Я лучше в Евротрак прокачусь. Каточку. Каточку. Это я привык. Я, знаешь, в Counter-Strike захожу, играя в этот CS2. Я как-то раньше плотно, ну, как раньше, в юности, зависал на 1.6. Как по мне, самый лучший был. Ну, точнее, наверное, потому что я к нему привык очень сильно. Я и в клуб ходил тогда, и играл в команде за клуб. Мы играли тогда. Ну, неплохо-то. Наши команды все соревновались между клубами. Если ты такое помнишь. А это было, ну, в каких-то годах было. Слушай, вспомнить. 2000-е, наверное. Может, 2005-е какие. Ну, примерно так. Я, честно говоря, не помню. Ну, а сейчас CS2 был. И потом мне друг говорит, бери этот Prime Status. Там Prime Status покупаешь. Он стоит, наверное... Чтобы вы не умедлите, ребята. Он стоит, наверное, где-то 14 долларов. Плюс-минус, не знаю, честно говоря. И ты каждую неделю отыгрываешь там... Что это у нас тут? Уровень или как назвать. И тебе дается на выбор. Кейс всегда дается. Ну, его хрен откроешь, потому что ключи платные. Там по 2,5 доллара. Я пару раз, знаешь, так кейс получил. Смотришь, там, что в нем может содержаться. Какие цены там. Там цены такие заоблачные могут быть. Надо бы зеркало поправить. Я не вижу прицепа. Так, я немножко поправил. Как сейчас? Ой, машину. Ну, нормально. Мы, тем более, уходим влево. Нормально видно. Вот, я пару раз купил ключ. Я-то думаю, блин, зачем я потратил? Ну, как бы, смысла нет. Мне и друг говорит, ничего. Ну, и там это надо очень много открыть, чтобы что-то толковое выпало. Может, вообще там неизвестно, какое количество купишь и ничего не выпадет. Вот. И в итоге ты отыгрываешь раз в неделю. В среду обновляется. Ты отыгрываешь этот уровень. Тебе дается кейс. И обычно там два скина на оружие. Кейсы стоят там в районе, бывает, там 30 центов, 2 доллара. Ну, там разные бывают. Я не знаю, какие там минимальные суммы, какие максимальные. И также скин на оружие, ну, может выпасть любой. Мне там, наверное, самый дорогой выпадал за 90 центов. Почти за доллар. И вот я отыгрываю этот кейс раз в недельку. Даже уже привык немножко бегать. Сначала я думал, там вообще одни боты сплошные, потому что... Ой, боты, читеры, блин. Только выходишь, тебя убили. Только выходишь, тебя убили. Но потом, я так скажу, немножко, наверное, пальцы помнят. Уже более-менее. Так, подожди, не пропустить. Так, Альхама. Оф Мурсия. Мне Валентия как бы предпочтительно. Зачем мне на Мурсию? Я так сейчас посмотрю, что у нас дальше. Мне следующее Валентия, Палерма. Что у нас будет там? А не, Мурсия прямо. А там какая-то, наверное, или порт, может, или станция. Это же визуально, я не помню, где нахожусь. Я помню, что где-то прибрежная полоса идет. Ну, вот такие вкратце, как бы, игровые новости. Что у нас выходит, что вышло. А, еще было... Я тебе снял видео, наверное, сегодня у нас суббота. А я его выкину, наверное, завтра. Он у меня уже загружен на YouTube. Это Спектр, или как он называется? Сектор, блин. Ну, прикольно. Очень своеобразная такая... Такой шутер, что-то связанное с Дейзом. Может быть, присутствует сталкерство, там, в плане, ну, сталкера, там, какая-то зона идет, аномалия, или же там радиация, что-то такое. И там такие фишки есть интересные. Ну, вот завтра ты пос... Точнее, не завтра. Ты уже, если что, его увидел. Потому что это видео я планирую выпустить, наверное, в понедельник, вторник. Пока смонтирую. Завтра у меня рейс будет сону на целый день. Так, Альпсети, Валенсия. Ну, отлично. Дальше у него Мурсию мы проехали, Валенсия идет и Палерма. А в Палерме у нас будет... А! В Валенсии у нас будет порт. Точно, вспомнил я. Надо будет порт найти. Я не знаю, как он... Я надеюсь, что он будет обозначаться каким-либо образом. И там уже мы переплываем в Палерму. Ой-ой-ой-ой. Говорительную ситуацию создаю. И там уже в Палерму переплываю. Пэ-бэр. Переплываем в Валенсии. Все правильно. Надо коску придать 90, что я обычно, когда разговариваю, видишь, блин, притормаживаю немножко. У нас на работе также идет небольшое обновление автопарка. Уже моего коллеги также КамАЗа поменяли на Сканию. Но там, конечно, есть минус. Это ручная коробка передач. Потому что привыкаешь ездить на автомате. Да ладно, привыкаешь. Оно удобнее в разы. Ну и дальше, наверное, будет пополнение у нас около, может, 6-7. Так, Валенсия. Все правильно. 6-7 Мерседесов. Актрасов придет. Но у меня мой КамАЗ еще относительно свеженький. У него только миллион пробегов. Поэтому мне ожидать замены пока надежды особо нет. Поэтому буду на своем КамАЗе еще ездить я лет 5. Это точно. Потому что, как бы, работа... Ничего себе так! Можно работать, менять что-то. У нас, лично для нашего города, это вообще, наверное, относительно, если брать водителя. Самое оптимальное место. Выходных много. Ну, хотя и часов у меня много рабочих. У меня за 15 дней выходит 260-280 часов. Это по времени достаточно много. Так, ну, знаков много, но это такие обычные. У нас какой-то спутник. Слушай, едем как в Америкатрак-симулятор. Похоже, обружение. Ну, нормально. Видишь, в 90 я здесь еду. И мне штрафы за скорость не приходят. Поэтому можно убирать ограничения, если на данном автомобиле колесить. И спокойно ездить 120. Кстати, достаточно доставки быстро будут совершаться. Ла Марин. Какая-то Ла Маринова. Я не знаю, что это такое. Также я уже подготовил себе все. Хочу попробовать стрим провести. Все готово. Осталось только подключить второй монитор, который я, наверное, к счастью, не продал. Стоит у меня. Но я не знаю, как тебе будет вообще интересно прийти на стрим, не прийти. Ну, и также какую игру там постримить. Есть там много интересных. Или Евротрак-симулятор покататься. Ну, тогда будет интересно с кем-то в конвое покататься, чтобы пообщаться, поговорить по рации. Или, может, какую-нибудь выживалочку новую, ту же аску эту. Я не знаю, как тебе будет. Али мы... Али, али. Али можно... Али можно будет снауплавинг-симулятор. Это у меня... Я там улетел в последней серии. Бак был. Меня выкинуло за пределы карты. И в итоге я свой пикап потерял. Хорошо, что там нет автосохранения. У меня осталось старое мое. И в итоге... Ну, мне там надо, конечно, придется опять по новой часика, наверное, полтора-два потратить. Пройти то же самое, что я уже проходил. Ну, и мне просто интересно узнать сюжет. Там до какого момента вообще там все это будет происходить. Там этот Йети объявится. Найдут ли его. Там я нашел какой-то там один артефакт. Ну, и можно будет он тоже на стриме нормально провести. Но, я думаю, на стриме может быть... А что это мы зеваем? Я отдохнул перед выездом, слушай. Но у нас, по идее, там... О, глянь, какие красивые здания там. Красивые места, слушай. Даже... Я их все и не видел. Вот где игруля. Столько наиграть в игру эту, накататься уже и... И руль используя, и мышкой я все управлял. Ну, конечно, если у тебя нет руля... Многие мне писали, что очень хорошо привыкли к геймпаду. Какому-нибудь джойстику там. Я помню, давно как-то пробовал. У меня был джойстик с двумя стиками, все. Но мне очень не понравилось. Ну, хотя и мышкой я когда начинал управлять. Мне тоже поначалу очень казалось непривычно, неудобно. Но потом я как привык, я даже сейчас бывает, когда хочу прокатиться... Маленький, не зевай. Хочу прокатиться и руль неохота мне доставать. Я мышкой управляю. Мне очень нравится, как бы, не знаю, это на любителя. Но не клавиатурой точно. Поворачивать клавиатурой, все это настолько, мне кажется, неудобно. Мышкой вообще классно. Ну, к джойстикам, наверное, я думаю, тоже надо привыкнуть и все будет классно тогда. Поэтому буду рад видеть тебя на стриме. Если что, я заранее сообщу, как подготовлюсь. Но единственное, конечно, как у меня по времени съемок, это все будет происходить, я думаю, 11 и позже. Вечера я имею в виду. Потому что где-то днем у меня возможности такой... Это сегодня у меня еще вот возможность появилась после работы, что семья отправилась там в гости в деревню, то я могу посидеть нормально, поснимать, можно так сказать, и покататься. А так обычно все процессы у меня игровые или съемочные происходят исключительно после 11 вечера. Это и то с условием тем, сколько раз я уже собирался. Так, сейчас все улягутся. И я пойду или во что-нибудь поиграю, или что-нибудь сниму. И в итоге я ложился спать. Раз 20 где-то только на... Так, подожди, вроде бы прямо мне было. Я думаю, да. И вот такие дела у меня были. И я никак не мог потом просыпался, думал, да ну и в баню, какой компьютер, спать хочется. Потому что на работе, знаешь, все время такой график. Вроде и выходных много. Но когда рабочие дни, по сну, конечно, идет небольшая просадочка. Поэтому выходной день хочется свой где-то, была бы возможность где-то поспать там. Так, Валенсия и Барселона. Тихо стоять там, никуда надо было. Мне же Валенсию надо было. Я думаю, да, посмотрели аккуратненько. Это где-то нам надо было направо. Не проскочить. Я когда в прошлый раз тебе снимал, я неплохо уехал. Так, у нас две полосы направо. Сейчас мы посмотрим. Почему тут притормаживать, слушай, или мне кажется. Валенсия. Валенсия сюда. Как там едет? На фуле. Чуть я его, наверное, может подрезал. Но надеюсь, что нет. Ну, слушай, это сама Валенсия уже, что ли, так? Ну, мне как раз, если он засыпает, мне бы лучше, конечно, уже чтобы был порт. Сейчас посмотрим, знак. Ну, да, стрелкуй город, здоровый. Что ли, это Валенсия я уже приехал? На такой рейс был. Ой-ой-ой, уже его подрубает немножко. Валенсия, отлично. Ну, отлично, конечно, отлично. Мне как найти порт сейчас? Так, сейчас будем смотреть по знакам. У Пуэрто. Вот, был Пуэрто и нарисован кораблик. Я так понимаю, Пуэрто это порт у нас. Ну, слушай, так интересно. И по сторонам смотришь. И на знаки смотришь. Это просто чудесно. Я все нарадоваться не могу. Пуэрто сюда. Ну, город, видно, вообще классный, слушай. Посмотрел, я чуть не въехал. Показывал тебе камерой, слушай. И немножко так, смотрим. Ну, пока вариантов у нас здесь много нет. Едем в порт. Очень интересно. Поэтому ты мне, если что, напиши, пожалуйста, по стриму. Если в ЕТС, давай в ЕТС. Если в ЕТС, тоже можно. А если что, если вместе, я, наверное, создам. Или вообще без модов, чтобы было проще. Там же надо моды какие-то обязательные. Так, это мы в порт приехали, я так понимаю. Стой, 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 что у нас там. Там у нас город. Там знак стоит. Сейчас мы посмотрим на воричку. Встанем аккуратненько. Солида Тодос Декстрищен. Очень, это очень интересно. Ага, вон кораблик нарисован. Смотри направо. Это хорошо, что я отсюда за... А если мы приблизим? Ферри, вон. Нарисован кораблик. А кто нам сигналит? Простите, а, да. Молодые люди. Я не местный, поэтому мне приходится здесь вещь немножко останавливаться. Ферри, ферри. Так, смотрим аккуратненько. Ой, как классно. Так, вот у нас знак большой. Клаб. Зона Цеса. Клаб Нотисо. Ну, я вот сейчас вообще не понял, куда ехать. Туда ли я еду? Нам зону эту надо или нет? И вон там нарисован якорь. Марина. Ну, Марина, я так понимаю, это порт. Ой-ой-ой, зона Фискал. Ну, еще бы язык было бы неплохо знать. Ладно, давай сюда поедем. Солида Тодос Дескрипшн. Тут у нас хорошо перекрыто, здесь нет. Ой-ой-ой, глянь. Ну, прицеп как на фуре, слушай, заворачивать. Вот по газону поехали. Ну, давай, Марина. Значит, мы... Ой-ой-ой, сейчас столбик. Слушай, а что он такой неповоротливый? Я как бы... Не первый раз за рулем, но... Ну, похоже на порт. А вот у нас... Ой, хорошо. Ну, нашел, слушай. Да выключись ты. Отлично, я приехал. Это у нас место загрузки. Можно такую лодку везти большую. Замечательно просто. Просто прекрасно. Ну, слушай, там было еще... Так, ну, отсюда мы приехали. Ясно. Это очень прекрасно. Мы сейчас вырубимся, он заснет. Слушай, надо больше брать радиус, а что ж он такой невместительный. Поскрипывает. У нас осталась зона фискал какой-то. И вот там осталась. Солида, Тодос. Ну, блин, толку, что я читаю все это по-новой, если я... Давай по порядку. Если я сону язык не понимаю, блин. Значит, нам надо ехать в этот пропускной пункт. Я подумал, что это идет дорога в город. Что-то я бордюры облизываю, блин. Ну, поехали сюда. Почему там была табличка порт, я не знаю. Что у нас здесь платное что-то? Нет, денежки не платим. Хорошо. Рейс топовый, блин. Опять я читаю. Паблика де коррекшн. Сейчас посмотрим. Ну, это классно, конечно. Чтоб он еще не засыпал. Реста Пуэрто. Терминал Паблика. Поехали на терминал. Может, на терминал? Или терминал, это, наверное, где контейнеры? Бля, бля. Твою мать. Немцы вы не могли раньше поставить? Ну что, поедем. Отлично просто. Давай задом сдавать тогда. Аварийчик. Главное, чтобы нас никто сзади не подпер. Ой, как замечательно. Ну что, классно. Надо пропускать народ. Там фура стоит. Сейчас мы попробуем прижаться здесь. Маленький. Ну, объезжайте меня. А где он? А он ползет. Ну, давай, давай. Я надеюсь, он пролезет. Там дорога широкая. И мне придется здесь по краюшку аккуратненько. Вот ты гадость какая, а? Ну, заехали, бля. А ворота эти не откроются? Ну-ка. Блин. Было бы тут место загрузки, ворота бы открылись. И этот не хочет ехать. О, сунется. Сунется маленький. Цепи, ты что? Ну, тебе туда можно, конечно. Так. Еще сзади кто-то есть. Сейчас приблизим. Ну, давай потихонечку по краюшку я сейчас постараюсь. Так, здесь посмотрим. Тихо. Вы едете, едете. Да, я понимаю, что ты спать хочешь. У меня вариантов других нет. Никаких телепортов я здесь не использую. У меня все идет реализм. Ну, я знаю, насколько, насколько я точнее знаю, в Европе можно так где-то залезть. Особенно в терминалах вот этих. Мне парень рассказывал, говорит, блин, как приедешь в порт. Куча фирм. Все разные. Навигатор показывает просто в одном месте. О, отлично, пока никого нету, надо газку. Ну, хорошо, хоть задом еще более-менее, смотри. Ах ты, жук. Проезжаешь ты или нет? Здесь никогда не видно. А, ну, конечно, он не проезжает. Ага. Только если попробовать больше прицеп сюда ужать. Ну, зацепим, значит, зацепим. А газу, что ты передачу не включил. Чуть-чуть не видно, блин, прицепа. Ой-ой-ой. Перебор. Сейчас мы немножко выровняемся. Здесь у нас нормально, все нормально. Вот так аккуратненько сейчас. И сюда. Ну, я думаю, выползем. По краешку сейчас проедем. Они еще не мешали здесь? О, ну, что ты вот стоишь? Места ему достаточно, конечно. Давай потихоньку потихоньку. Чуть-чуть-чуть-чуть. Так. Вот это, я понимаю, блин, доставочка. Проезжайте, маленький. Я вроде вас даже не цепляю, слушай. Все профессионально. Только сейчас перед нас может зацепить. Тих-тих-тих. Надо больше было выворачивать. Ай. Твою мать. Ай-ой-ой-ой-ой. Я так понимаю, если там двигается трафик, там, наверное, народу. Сейчас нам надо больше, наверное, сюда. Ну, конечно, ехать вслепую я ничего не вижу. Где ваш крайший прицеп? Надо максимально его ужать к стенке. Отлично. Смотри. Ну, хорошо проходим. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Сюда-сюда-сюда. Можем зацепить. Ну, не видно ничего. Ну, конечно, если брать по реализму, естественно, мы бы могли выйти там и... Нет. Так, не пойдет. Надо еще больше сжимать. Раз идет у ворот. Если мы отсюда выскочим, будет замечательно. Ну, почему этот барьер не поставили в начале, когда на эту дорогу съезжали, я не понимаю. Вот, Дмитрий, ты мне дал задачу, да? Так, вот. И вот по этому краешку надо нам как-то аккуратненько... Я уже перед высунул на дорогу. Аккуратненько двигаться именно по краю самому. Тихо-тихо-тихо. Уходим, уходим. Ой-ой-ой, ну-то я надеюсь, бордюра, а не прицепе задел. Ну, пока едем. Едем, пока не упремся тогда. О, вы все проезжаете. Ну, давайте, вы видите, как я тут... Ой, хорошо, милиция проехала нас. Ну, идем по краю, хорошо. Отлично. Палмал. Поймал я эту волну, где двигаться надо. Ой-ой-ой-ой. Что-то еще зевает. Хотя я выезжал, я не знаю. То ли я так долго к рейсу готовился, что у меня время прошло. Ой, отлично. А где мы уже выехали? Ой-ой-ой. Красотища-то какая. Слушай, ну я выехал. Я даже вырезать это не буду, потому что это процесс, и он действительно интересен. Отлично, мы выехали. Все. Ну, если не считать одну аварию небольшую. Попасть на аварийке. Поехали. Ну, это мы, наверное, у нас кредит какой-нибудь заплатили. Так, у нас остается только сюда пока. Давай, на паром опоздаем. Или заснем. Ну, классно газует. Очень. Есть прям ощущение, что это действительно настоящая машина. Тут, наверное, ограничения, но я думаю, мы с этим справимся. Опять какая-то развилка, да ё-моё. Так, там барьеры стоят. Здесь мы уедем пока в эту Пуэрто-Терри. Надо было вообще посмотреть, как порт переводится. А, вот кораблик нарисован. Хотя уже не первый раз я попадаюсь на это. Я думаю, что мы сейчас туда попали. Ну, здесь, если что, главное, чтобы было место развернуться. Я, когда на фуре куда-то залажу, в какую-нибудь дырку, я сразу смотрю. Если есть место развернуться, значит, всё в порядке. Так, я надеюсь, это не место загрузки. Хотя здесь порт. А где корабль наш? Отлично. Это очередное место загрузки. Мать твою. Но ещё есть одна дорога. Сейчас, блин, мы и там посмотрим. Ещё есть одно место, получается. О, смотри. Ферри. Что такое ферри? Тоже кораблик нарисован. Ну, немцы какие-то. Что у вас везде нарисованы кораблики, а ехать непонятно куда. Это какая-то... Вот дела, блин. Так. Ферри, сюда. Ой, ну вот это, наверное, мы туда приехали. С какого раза, я не знаю. Но это уже точно туда. Точнее, не точно, но уже корабль есть. Нам надо в Паларму или куда там сейчас, где моя списочка, в Палерму. Я надеюсь, здесь будет квадратик загрузки. Если его здесь нет, есть. Ой-ой-ой-ой. Всё, друзья, добрались мы до Палермы. Осталось найти фирму, которая называется вроде бы Картогас. Картогас. Ну, это будет, я думаю, интересно. Так. Ну, нам здесь помогут барьеры, конечно. Но надо смотреть внимательно. Я уже в прошлый раз обращал внимание. Любая фирма... О, блин, было прикольно, чтобы здесь L-Lines, не наша. Да, тут любая фирма, где мы... Отлично, барьерчик. Где мы выгружаемся, у нас висит большая шильдочка. Так, вот прямо какая-то база. Прямо база, но нету шильды выгрузки. Ну, и никакой нету фирмы. Я так понимаю, здесь нам приближение понадобится. Что у нас там на прицепе написано? А не фили, а не написано. Так, ну здесь нету нашего места отгрузки. Так, сюда. Ой, и город посмотрим как раз. Это всё классно. Светофор. О, так. Нам прямо нельзя. Мы как раз отдохнули уже. А, нам и направо нельзя. Очень хорошо. Мне это интересно, эти все. Блин, а если заехать в какой-то большой город, где будет много дорог открытых... Пропустим. Проспочим у нас. 30 ограничений. У меня как раз так аэропорт показан, или что это за самолётик. Ну, а хоть город посмотрим. Раньше смотришь на эту... На навигаторе и едешь, даже вообще не вдумываясь. Ни по бокам не смотришь нигде. Сейчас ты действительно катаешься. Так, фирмы какие? Ну, это у нас какой-то... Слушай, на центр похоже. Ну, не центр. Это так, вот закрыто. Смотрите аккуратно по зеркалам, а то сейчас ещё одну аварию замутим. Глянь, как красиво. Я действительно смотрю на местность. Прям... У нас вроде этот был радар, что ли, нарисован. 30-очка. Глянь, все по правилам едут. Почему здесь такое ограничение маленькое? Непонятно. Две полосы в одну сторону, в другую. Ну, вот по городу мне даже, ну, прям вообще интересно передвигаться, когда ты... Это, ага. Арочка у нас здесь красивая, но туда тоже нельзя. Ой-ой-ой. Так, вот у нас первый поворот. Ну, давай по... Так, там у нас баз не будет. Там... Нам здесь или прямо поехать... Или прямо поехать, или направо. Паники-паники. Не помню. Поедем направо. Или прямо. Куда все едут, например. Все поехали... Амбулация, все поехали прямо. Там вроде ничего не видно, никаких фирм. Ладно, поедем сюда тогда. Здесь опять направо. Блин, и барьера нет. Давай здесь тогда направо. Я хрен его знаю. Это классно. Всем рекомендую. Слушай, интересно мне вот по Беларуси проехаться. Я все развязки знаю, все направления знаю. Ну, я имею в виду крупные города. И там уже даже можно будет не выписывать. Надо мне заняться скачиванием. Слушай, там я смотрел... Блин, или прямо поехать. Аварийку тут включать тоже, наверное, не очень. О, там какая-то база. Поехали, все. Решили сюда, значит, ездим сюда. Вышла промоц 2.7. Там какие-то обновления, там что-то все показывают. Интересно там. Слушай, я думал, надо, наверное, скачать. Так, отлично, барьер. Сюда Ренал Тракс. Ага, это у нас салон. Скачать. Там и Беларусь будет, и Россия. Ну, у меня вечно, знаешь, скачивание этого... Так, здесь не этот. Этого промоца всегда какие-то... Ну, не проблемы, но это так как-то мутор на столько файлов. Я уже решил, ну, блин, надо разобраться, скачать, сделать так же. И тебе помощь, если что, четкую инструкцию, коротенькую. Направо можно. Ну, и там впереди вот база какая-то большая. И направо. Так, поеду я, наверное, сюда. Блин, забыл название фирмы. Торнадос или... Так, Картагаз. Что ж вы так кольцо проезжаете? Непонятно все. Так, тут какая-то фирма есть. И вывеска. Вон, висит отлично. Карта... Ай-яй-яй-яй-яй. Картагаз. Ну, слушай. Это просто получилось, ну, почти идеально. Если не взять, не брать в тот момент, что я заблудился в порту, это вышло очень даже шикарно. Здесь в городе мы нашли... Влин, какие грузы здесь прикольные. А мне нравится, особенно, этот прицепчик. Надо будет... Ну, ладно, вернуться сюда я, конечно, наверное, не буду. Ну, почему-то странная разгрузка, вот что я говорил, не совпадает. Еще в Америке трак-симулятор. Я привез автомобиль, а мы паркуемся к рампе. Ну, я понимаю, ну, конечно, у меня прицеп, и все это модовое. Блин, какая зараза здесь поставила вот этот вот контейнер. Блин. Ой, простите. Я ж не ругаюсь. О, там чуваки, глянь, работают. Интересно. Ладно, нам надо сюда припарковаться. Да, тяжеловато здесь, конечно. Придется, я тихо куда-то назад поехал. Пытался я там вырулить, но сейчас мы тогда от левого плеча постараемся. Ну, сейчас я попробую отсюда тогда, но уже плохо я как бы заехал. Зелененькая. Ну, я люблю, когда ровненько, конечно. Ну, вот так, друзья. Вроде припарковались. Вот такое видео получалось. Пиши, нравится, не нравится. Что по поводу стрима, тоже напиши. И по поводу проектов, может, знаешь, какие-то интересные. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok